здравствуйте дорогие друзья сегодня видео мое необычное я хочу рассказать вам о моих подружках с тех пор как появилась у меня первая подружка я приняла ее за бабушку посмотрите как она выглядит наряд ее типичный для бабушки-старушки длинное платье из темной ткани украшенная ажурным воротничком и холщовым фартуком рукава заканчиваются воланом минимум украшений простой крой платья рукава фонариком и длина до 5 как говорится типичная повседневная одежда для женщины из провинции в двадцатых тридцатых годах рост этой бабушки 24 сантиметра волосы гладко уложены в пучок на шее у нее косынка тоже темного цвета декор ткани не притязательный затейливый просто расписан цветочным узором и вот такими корзинками также на ней панталончики белые холщовые вы побед черные чулки и валеные черные тапочки лицо у нее гладкая взгляд ясный и ни одной морщинки я не увидела и я так бы считал ее бабушкой если не встретилась мне другая но ясно что для такой бабушки подходит вот такая скамеечка где можно отдохнуть после общения с животными или просто передохнуть от работы такая рукодельница как бы я ее и считал бабушка если не встретилась бы мне вот такая подружка ростом она уже побольше 42 сантиметра эта бабуля уже почти нового возраста волосы у нее белоснежные перехвачена на макошке вот такой куцый хвостик что тоже свидетельствует о ее возрасте выполнена она из простых деревянных геометрических фигурок головками в виде шарика носик курнос и картошечкой прямоугольное туловище и вот такие ладошки и ножки у нее форме полусфер глазах смешинки и улыбка на лице подозреваю что она еще та озорница платьица уже из цветного шелка тоже длинная воротничок из капронового кружева вот красивый такой воротничок и фарточек уже выстроченный в технике решилье панталончики хоть и хлопчатобумажные но аккуратно заправлены в теплые тапочки украшенные вот такими бантиками конечно она рукодельница правда зрение стало слабовато и нужно носить очки ведь постоянное занятие рукоделием утомляет глаза но все еще в них смешинки зазорной огонек и лукавые идеи поэтому прялка для нее самое подходящее занятие я уже показывала вам этих двух подружек своих но еще хочу раз вам о них напомнить вот такая лукавая бабушка-старушка это бабушка представительница шестидесятых весьма романтическая старушка скажу я вам так как все еще получает букеты и улыбается в ответ знает что еще так же нравится волосы у нее красиво уложены вот в такую такой узел с проседью на лице улыбка а в глазах огоньки платье платье уже поинтереснее панталончики и фарточек хоть и холщовый но он украшен тонким изящным кружевом атласной ленточкой завязанный на бантик и как же приятно посидеть на таком красивом диванчике и помечтать а если рядом еще и тот кто создает настроение ой то приятно вдвойне спутник хоть и курит трубку но наверняка знает как это важно чтобы его спутница была всегда в добром расположении духа и глядя на эту милую пару ясно что вкус у хозяйки есть так как и одежда и диванчик созданы наверняка ею в одном стиле оба в очках зрение уже слабовато посмотрите какие они веселые озорные волосы торчат у деда ну видимо еще тот озорник правда одежда уже от времени у них произносилась выгорела но это не умиляет их образ ну а эта красотка просто очаровательна взгляните на ее лицо оно такое доброе доброе она зажмурилась от удовольствия которое доставил ей милый котик который так подходит к ее стилю и облику белые волосы красиво собранные в косу корзинку из косы украшенная цветком корзиночка ее волос цветок алого цвета цвет длинного но уже яркого платья рост рост ее 30 сантиметров вот такая фигурка она из керамики все тот же фартук карман для мелочей возможно она складывает туда ключи белый воротничок черная пуговка котик вот с таким милым бантиком тоже красного цвета и бабушка такая чудесная обаятельная главное добрая милая какой и должна быть бабушка какой и должны быть какими и должны быть бабушки старушки и моей подружки на сегодня это все мои друзья спасибо всем кто заглянул в мой винтажный сундучок и познакомился с моими подружками не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал всем очень очень рада пока